здравствуйте мы продолжаем проект политическая кухня который вы сейчас смотрите или на сайте слухи и факты или в кабельных сетях компании intercom tell сегодня я алексей машкевич редактор журнала тысячи экземпляров сижу на этой гостеприимной кухне с дмитрием сломать иным членом к прф и депутатом кинишемский городской думы здравствуйте дмитрий добрый день дмитрий так как вы кинишемец основная часть разговора сегодня у нас будет о кинишме потому что этот город сейчас привлекает самое пристальное внимание такой политически ангажированный части областного населения недавно ex теперь уже экс глава администрации кинишме андрей томилин сложил себя полномочия и есть несколько версий почему он это сделал первая версия что у него слабое здоровье он сам написал заявление о сложении полномочий вторая версия что в преддверии грядущих сентябрь ских выборов все понимали что тамилин не сможет противостоять назарову плюс там ходили слухи о их какой-то старой воинской дружбе и третья версия что андрей чужбинкин который вчера стал глава новым главой администрации кинишмы так начудил с деньгами федеральных целевых программ что его надо было срочно сплавить из областного правительства у вас есть версия почему андрей томилин написал заявление об отставке действительно уход тамилина неожиданность неожиданность и для горожан и для так сказать политического окружения кинишемского вот если говорить о версиях то я больше склоняюсь ко второй версии то есть и чем больше меня как бы разубеждают в ней тем больше я в ней уверую если действительно тамилин как мэр в общем то наверное отличается не в лучшую не в худшую сторону от сегодняшнего так сказать претендента или уже состоявшегося мэра ну а в части черт характера конечно ну чего говорить он по помягче помягче и так сказать какая-то команда могла бы пробуксовать учитывая то что так сказать на носу выборы эта задача становится задачей номер один поэтому вторая версия то я считаю на имеют то есть назаров ему все-таки подгадил с вашей точки зрения ну не назаров подгадил так говорить нельзя вот но то что он мог проявить определенную мягкость как бы в борьбе с основным и политическим оппонентом это вполне допустим тогда такой вопрос вы в шестом году баллотировались на мэра кинишме после в десятом не писали заявление на главу администрации и сейчас не попробовали заместить эту должность что это вечное коммунистическое я знаю как надо сделать но никогда никому не скажу или что-то другое ну в 2006 я баллотировался как бы не будучи партии я вступил ее после этих выборов вот после этого вы стали настоящим коммунистом естественно значит это занимая пост первого так сказать заместителя то есть здесь был определенный как бы ну разумный расчет то есть определенный паритет состоялся в городской думе значит когда у нас было в общем-то блокирующий пакет и когда можно было проводить какие-то свои инициативы или во всяком случае на них настаивать но после вот безобразно проведенных до выборов так сказать этот паритет он улетучился и находиться так сказать в думе где твоя должность ничего не решат и где собственно говоря ты должен выполнять установку сверху то есть такая как хоть участь меня не устраивала должность сегодняшнего глава главы администрации но это в общем-то должность хозяйственника который выполняет задачи поставленные как именно сверху то есть полномочий и фронта так сказать для маневра практически никакого ясно вы лично проголосовали против назначения чужбинкина главой администрации что это предвыборный ход уже что коммунисты против и вы будете это развивать или есть какие-то другие личные или может быть другие какие-то причины я стараюсь вообще как бы личные отношения на взаимоотношения в политике не переносить но я скажу больше будучи еще в комиссии значит по как бы по конкурсной конкурсной комиссии я также проголосовал против не против чужбинкина как такового против результатов конкурса то есть против результат этой комиссии то есть мне показалось что в общем-то результаты конкурса были приобретены заранее предопределены заранее и ну как такое ощущение осадок что ты участвовал в каком-то фарсе то есть второй казачок было об этом я и как бы объяснил что в общем то в общем то значит роль второго второго кандидата она была номинально только для того чтобы так сказать выборы состоялись по факту то есть ясно но в день перед голосованием к я мы с вами говорили по телефону вы мне сказали что скорее всего вы будете единственный кто проголосует против против 6 человек так и получилось я имел ввиду про комиссию то есть там глаза разделились один против восьми девять человек члены комиссии а все кому вся коммунистическая фракция такая проголосовала против ну да на думе она утверждение уже результатов конкурса естественно все коммунисты высказал сначала так сказать свое обоснование проголосовали против то есть у кенишемских коммунистов по крайней мере в думе нет такого разброда который у ивановских сейчас наблюдается во фракции ну не было я и нет и думаю что так сказать и не будет этого разброда потому что ну есть определенная как бы традиция у кенишемских коммунистов вы сейчас по слухам активно работаете в избирательном штабе коммунистическом по на по выборам в сентябре почему объясните мне почему среди рядовых коммунистов постоянно циркулирует слухи о том что второе место в списке в областном будет продано коммунисту или уже продано ну как бы два нет нет не точных посылов во первых активно в табе я не работаю то есть у меня есть свой своя задача и по выборам и так сказать по текущей работе и я никто не снимал обязанностей так сказать по моей основной работе юридической вот а что касается второго места в общем-то правда продавать его никто не собираться то есть есть определенные прист принципы или как бы оптиме оптимальный подход к формированию списка рассматривается несколько вариантов то есть какой вариант я считаю что значит как бы предполагаемый вариант что это действительно будет человек так сказать не из местной партийной организации но это будет обязательно партийный человек то есть это однозначно то есть это будет все-таки коммерческое место я думаю что вряд ли камерь в том понимании в каком как бы придают его ну что ли собывательской точки зрения но человек который может административные свои полномочия влияние допустим партийного ресурса включить да это вполне возможно ясно вы сами будете претендовать на депутатский мандат от кинишма ну меня уже на этот вопрос спрашивали скажу сказал что я не отказываюсь но пока еще так сказать никто меня не выдвигал ясно но вот если уж речь зашла о выборах кинишме судя по всему там будет горячо в августе-сентябре и вот лично у меня вырисовывается такая картинка что будет куча народу которая будет против андрея назарова условный вы от коммунистов ходят слухи что сергей сироткин то ли возглавит список то ли еще что-то какой-то видимо будет сильный кандидат от единороссов а может быть не будет сильного кандидата от единороссов партии власти пробовала с вами как-то договориться на этот счет нет однозначно никто не договаривался я думаю что вряд ли они пойдут на какие-то договоренности то есть у них сложилось определенное как бы понимание собственных возможностей и ну я не вижу на на каких паритетных условиях мы могли вообще бы стыковаться это во-первых во вторых выборы у нас ведь давно уже перестали так сказать быть соревнованием программ это стал парад кошельков и упаковок да причем первое напрямую зависит от 2 и и наоборот и наоборот вот и у андрея назарова действительно есть и то и другое то есть есть определенные как бы лекторат в городе но я бы не стал переоценивать эти шансы то есть я думаю что если андрей владимирович будут выдвигаться это будет определенная как бы тактическая ошибка тактическая ошибка не потому что он нас будет как центр так сказать против кого все начнут дружить нет то есть основание в общем-то демонизировать его фигуру нельзя и перец и переоценивать как и недооценивать то тоже нельзя ну как и любого другого противник достойный противник достойной но не настолько достойны чтобы вот так вот всем так сказать делать из него такую основную цель как говорится своей антиагитации ясно на ваш взгляд какая политическая сила все-таки в кинишни проведет одномандатника сентября ну ваш прогноз наш прогноз коммунисты ну тогда последний вопрос тоже коммунистах в шуе недавно зарегистрирована инициативная группа по проведению референдума я не помню целиком название но суть референдума в том что согласны ли вы с тем чтобы завод эггер прекратил развитие своего производства как бы по слухам местные коммунисты очень активно поддерживает эту инициативную группу и сделают требование этого референдума одним из своих лозунгов вот у меня вопрос как это совмещается коррелируется вы критикуете губернатора за то что он не создает новых рабочих мест коммунисты из другой стороны запрещаете тормозить развитие производства в шуе ну не совсем в теме я вот по эггеру но я думаю что там основная составляющая все-таки связана с экологией нет вопроса и калу по экологии в теме референдума тогда не буду комментировать я просто не в теме тогда спасибо это все напоминаю что у нас в гостях сегодня был дмитрий сломатин член к прф депутат кинишемской городской думы я с вами прощаюсь до свидания а дмитрий в программе пос в рубрике по скриптам сейчас скажет то что может быть не успел или то чем я его забыл спросить до свидания кухни ноль ты настоящее немецкое качество и функциональность только для вас эксклюзивно в ноль ты кухен улица октябрьская 12 запись идет в преддверии дня победы поэтому все кто смотрит эту передачу хочу поздравить с этим великим светлым праздником программе политическая кухня пожелать вкусных политических обедов и чтобы в нашем так сказать регионе политический театр никогда не превращался политический цирк и и и Редактор субтитров А.Семкин